9 апреля 2019 год сегодня я делаю раз два три четвертую грядку розума я приготовил вот тут не гнилые свежие столбики бруски для того чтобы заложить ниже уровня ниже вот этого уровня земли ниже уровня на который легли вот эти лаги здесь примерно вот на ладонь высота относительно вот этого высота на ладонь дальше уже начинается неплодородная земля поэтому я ее не выкидываю я специально здесь сделал вот половину до мостика вырыл выкинул вот сюда в канавку это плодородная земля потом я ее раскидаю в эту сторону и в эту чтобы здесь были справа и слева вот здесь будет ложбинка посередине здесь посередине будет ложбинка грядка слева грядка справа так сейчас я сниму с другой стороны вот здесь бревна приготовленные они лягут здесь два ряда вот вид со стороны выкопанные канавы видите вот так я сейчас пройдусь по всей длине снизу будут лежать бревна вот эти потом будут лежать менее крупные ветки вот такие вот такие ветки с большой палец толщиной потом будут лежать с палец с мизинец пусты старые малины и сверху мы навалим листья или сено то что есть продолжение следует вторую операцию я закончил 12 30 уложил слоем примерно таким который я вынял вынул то есть сантиметров 15 ниже уровня прохода свежими деревьями на всю длину а также подготовил привез листья которые заготовлены в прошлом году от коммунального хозяйства города я привожу каждый год тележку органики на свой участок сейчас я пройдусь по этой грядке покажу вам как уложены они не очень плотно чтобы воздух туда проникал аэробные бактерии будут работать на большой глубине сверху будут лежать ветки потом сверху веток кусты засохшей малину продолжение следует 17 часов и уложил ветки и хворост на бревна оставила здесь около метра чтобы было видно последовательность работы несколько раз прошел по этим веткам сапогами вот так с хрустом чтобы их уплотнить следующий слой у меня будет старые ветки малину заходящее солнце продолжение следует 18 часов я положил третий слой еще потоньше слой старой малину сухой здесь я оставил чтобы было видно сначала идут бревна потом ветки потом идет более мелкая малина вот так здесь мостик который соединяет два ряда досок чтобы они не расходились в сторону здесь колышки забиты на 20 сантиметров землю и закреплены саморезом через два метра примерно колышки все эти короба сделаны из окон дворца культуры который нам отремонтировал бывший губернатор орловской области орлова светлана так что у нас теперь новый дом культуры а у меня на фазенде короба эти короба я делаю лет на десять чтобы после не копать один раз повозиться и питаться своими овощами продолжение следует 18-30 я уложил последний слой вот отсюда из мешков листья итак пройдемся сначала вот здесь тропинка рядом с брусьями ниже тропинки ниже уровня тропинки лежат бревна на бревнах лежат ветки выше веток веточки от малины более мелкие и дальше последний четвертый слой органики это прошлогодние листья в них уже даже в мешках завелись черви вот здесь я прохожу опять до конца грядки длина которой метров 15 потом мы померяем с надеждой солнце уходит за лес а я сейчас буду ту землю которую я вынул при рытье траншеи закидывать тоненьким слоем так чтобы этот слой был ниже уровня грядки сантиметров на десять и сюда в этот слой мы будем насыпать потом траву солому пищевые отходы вот в прошлом году мы уже заложили на примере этой грядки солому сухое сено вот видите солома гораздо ниже уровня грядки здесь мы будем сеять в этом году картошку на вот этих двух грядках а на этих все или в том году картофель он был парше поэтому будем сеять здесь морковь продолжение завтра 9 апреля я решил сегодня фильм закончить сейчас я пройдусь по грядке снова расскажу ниже уровня тропинки лежат бревна по всей длине затем ветки затем более тонкие ветки сухая малина затем слой сантиметров пять листвы прошлогодние сверху я насыпал сантиметров пять водородной земли но ниже уровня тропинок видите под мостом там прогал это для того чтобы сюда потом подсыпать пищевые отходы летом и зеленую траву для повышения плодородия до конца я уже там сделал все вот в эти гряды в шахматном порядке будем сажать в данном случае здесь морковку ну не в шахматном порядке морковку почаще это картошку в шахматном порядке теперь я вам расскажу для чего все это делается смысл теплой грядки розума в том что вот эти бревна затем сучки ветки сухие ветки малины листья или сена вместо листьев они будут перепревать и давать во-первых углекислый газ для строительства массы растений во-вторых будут давать тепло для червей бактерий за счет разложения дерева в-третьих дерево очень хорошо удерживает в себе влагу то есть корни будут тянуться корни с грядки будут тянуться вот сюда и к воде и к питательным веществам причем эта грядка будет работать не один год пока все бревна не перепреют кроме того такая рыхлая структура дает возможность туда поступать кислороду и еще черви не могут жить без земли для того чтобы переработать листья и ботву всякую им нужен песок они пропускают его через свой пищевод поскольку у них нет зубов они этим песком дробят растительные остатки все это я узнал от бублика царство ему небесное а также от бублика я узнал про грядку розума мы надеемся здесь собирать не один год хорошие урожаи картофеля морковки свеклы вводя севооборот с вами был Николай полыга подписывайтесь и вы видите какие урожаи у меня застекленные тремя слоями рам оранжереи как растет кишмиш какие печи я сделал подписывайтесь и вы будете в курсе всех наших разработок 26 сентября убираем морковь на высоких теплых грядках розума о том как эти грядки приготовить есть отдельное видео ищите на нашей странице грядка розума здесь мы посадили для сравнения два сорта справа нанская слева шантане сейчас я вам покажу что получилось вот нанская крупная бывает но очень много вот такой вот тут наверное больше полкило около килограмма но она кривая много вот такая она нанская видите практически вся вот такая вот кривая хотя масса очень большая я пройду по левому краю представляете что творится не захочешь ее чистить вот это нанская а теперь я пройду и покажу вам шантане она с другой стороны росла вот здесь картина совершенно другая вся морковка толстая никаких практически нет на 1 ростов ответвлений она имеет форму скорее всего картошки близка к шару вот такая ровная картошка она росла то есть морковка она росла здесь в два ряда вот такие бочонки вот представляете вот моя ладонь хорошую картофлину и практически вся ровная вот она будет у нас храниться это шантане ровненькая ровненькая мне даже чтобы запомнить пою песню шантане ты моя шантане потому что я с севера что ли я люблю ровные формы ананская не удалась вся кривая но все равно урожай радует мы никогда по массе такой урожай не собирали так что нужно выбрать правильный сорт вот такое шантане вот эту картинку я в качестве заставки и поставлю у нас еще грядка там какая у нас грядка еще осталась сорт какой например вот еще будет аленка следующий фильм покажем так что стройте теплые высокие грядки розума они прослужат вам 10 лет не меньше пока все бревна в середине вот здесь бревна заложены не сгниют но надо делать с своего оборота на следующий год здесь будет другая культура скорее всего картошка да? что-нибудь придумаем желаю всем больших урожаев доброго всем здоровья доброго всем здоровья сегодня я хочу вам предложить нажимать на колокольчик который есть на экране вашего смартфона или телевизора чтобы получать уведомления о моих новых видео посвященных здоровью без врачей вы сами с помощью простых упражнений можете восстановить себе здоровье любого органа Николай Полыга Николай Полыга